Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. В Самаре увеличат количество бригад скорой помощи, а на дверях торговых центров могут появиться графики посещений. Какие решения приняли на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом? В ожидании праздника в самарских парках начали заливать катки, а улицы украшают новогодние иллюминации. Реабилитация смехом в ресурсном центре поддержки добровольчества волонтеров помогают готовить больничных клоунов. В этом году в Самарской области начнут строить два новых корпуса ковид-госпиталей. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на заседании рабочей группы по начислению выплат медработника. Дополнительные корпуса, каждый на 70 коек, будут возводить на территории больницы Середавина в Самаре и на территории городской больницы номер 5 в Тольятти. В новых помещениях поступающим пациентам будут проводить первичные обследования и осмотры для последующей отправки в стационар. Глава региона подчеркнул, что строительство стало возможным благодаря беспрецедентным средствам, которые выделили из федерального бюджета. Дополнительно в этом году на предупреждение о распространении новой коронавирусной инфекции, оказание поддержки отраслей, экономики, получили свыше 16 миллиардов рублей. 16 миллиардов рублей из федерального бюджета. Еще 6 миллиардов с лишним мы получили на компенсацию и снижение налоговых доходов нашего региона. Да, это очень значительная поддержка, безусловно, для региона в целом, для системы здравоохранения. Мы из регионального бюджета, я говорил об этом, более 10 миллиардов рублей направили на борьбу с COVID-19, несмотря на те потери, которые региональный бюджет несет. За сутки в Самарской области зарегистрировали 255 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 22 610. Меры борьбы с COVID-19 обсудили на очередном заседании областного оперативного штаба. В числе нововведений, увеличения бригад скорой помощи и графики посещений, которые могут появиться на дверях торговых центров, подробнее в нашем сюжете. Число бригад скорой помощи в Самаре с 1 декабря увеличилось на 10 экипажей и составило 65. На эти цели из регионального бюджета выделили дополнительные средства. Об этом рассказали на заседании Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Его провел вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Помощь в транспортном обеспечении мобильных бригад оказывают муниципалитеты. Число заболевших в регионе продолжает расти. Не последнюю роль в этом играет и предновогодний ажиотаж. Традиционно в это время в торговых центрах наблюдается наплыв покупателей. В связи с этим первый вице-губернатор призвал руководителей торговых сетей проявить повышенное внимание к соблюдению противоэпидемических мер, как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Большая просьба обеспечить контроль со стороны администрации торговых центров за своими арендаторами. Причем сделать это по определенному графику, стабильный, постоянный контроль, регулярные выезды с целью контроля со стороны руководства. Важно это тоже поконтролировать. Вы можете всегда сделать замечания, у вас есть рычаги, какие-то воздействия на них. В качестве варианта решения проблемы наплыва покупателей прозвучало предложение вывесить на входах в торговые центры графики посещений. Инициативу одобрило региональное управление Роспотребнадзора. По замыслу графики позволят самарцам сориентироваться, когда лучше идти в магазин, чтобы избежать скопления народа. В свою очередь представители торговых сетей, которые участвовали в обсуждении, заверили, что необходимости в этом нет, поскольку магазины работают с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором санитарных норм. Мы размечаем на входе торговые объекты памятник по ношению массы и на кассе в том числе. Можно следующий слайд. Ведется своевременный контроль за сбором и утилизацией использованных. СИПИС, да, обеспечивается дезинфекциями, дезинфицирующими средствами на кассе и для персонала. На оперативном совещании обсудили и риск отравления населения угарным газом. Несчастные случаи увеличиваются с наступлением холодов, а в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы. Виктор Кудряшов напомнил о необходимости проведения проверки газового оборудования в домах. В ноябре Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с газовыми службами провело месячник по контролю за газовым оборудованием в многоквартирных домах. Виктор Кудряшов также поручил отработать действия в аварийных ситуациях. Виктория Шарая, События. Самара готовится к новогодним праздникам. Работа ведется в нескольких направлениях. Каждый из них обсудили на еженедельном совещании в департаменте ЖКХ с первым заместителем главы города Владимиром Василенко. В центре внимания елки, катки, иллюминации, санитарно-экологическая безопасность. Места елочных базаров уже 1 января должны быть ликвидированы. Вывоз мусора с контейнерных площадок будет проходить по графику, так же, как и работа всех коммунальных, аварийных и дорожных служб. Планируется, что жизнь самарцев в новогодние каникулы будет комфортной, как и в рабочие дни. А тем временем в городских парках начали заливать катки. В планах подготовить 4 ледовые площадки. Как идет заливка катка в парке «Дружба» увидела наша съемочная группа. В парке «Дружба» подготовка катка идет полным ходом. Специалисты уже установили ограждение и заливают основание ледовой площадки. Трактор проходит, но как бы подушку мы заливаем ледяную для начала. Просто льется вода. Затем начнем заливаться при помощи, ну, выравнивать каток. То есть будем заливать уже с тряпкой. Чтобы полностью подготовить каток, потребуется 50 тысяч литров воды. Ледяной слой должен быть не тоньше 10 сантиметров. Каток в парке «Дружба» будет готов к концу недели. Всего в этом году в парках Самары запланировано подготовить 4 катка. Пройдем в парк «Победа», черновая заливка будет у нас. Ориентировочно к концу этой недели начнем заливать парк «Гагарина» и парк «50 лет октября». У нас там хоккейную колду заливаем льдом и заливаем еще дорогу для местных жителей. Когда там хоккейная колда занята, соревнования или что-то, значит, они там занимаются коньками. Городские парки продолжают украшать к новогодним праздникам. Иллюминация практически готова к работе. По традиции наряжают и елки. В парке «50-летие октября» новогоднее дерево практически украшено. На елку уже повесили почти 100 шаров. Причем слишком низко новогодние игрушки не крепят, чтобы уберечь от вандалов. Повыше вешаем эти шарики, потому что это приходит и разбивает, палками кидают. Вот это вот все. Мы заново опять туда лазаем, собираем все. Всего в этом году в парках города установят 9 елок. Праздничными огнями они засияют вместе с иллюминацией 10 декабря. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Сегодня последний день уплаты имущественных налогов для физических лиц. И если в вашем владении есть дом, квартира или авто, советуем поспешить с оплатой налога. Ведь с завтрашнего дня начнется начисление пени. Какие еще изменения ждут россиян в последнем месяце 2020 года, узнала Гульфия Сафина. Времени на раздумья больше нет. В декабре россияне должны оплатить имущественные и другие налоги. А также определиться, по какой трудовой книжке вести учет своей деятельности. В этом же месяце истекает срок замены водительских удостоверений, действие которых вышло с февраля по июль 2020 года. Начнут действовать в декабре и другие нововведения. Их эксперты в целом оценивают положительно. На самом деле те законы, которые вступают в силу в декабре, они облегчают жизнь людям. Вот, например, очень важным считаю то, что получение льгот упростится. Сейчас, например, многие люди, которые могут претендовать на какие-то льготы, они об этом, к сожалению, не знают. А с декабря они могут узнать о положенных им льготах, например, на портале госуслуги или по телефону. И это существенно упростит получение льгот людьми. С ковидным больным работал, в красной зоне трудился, а положенную выплату так и не получил. Теперь свои жалобы медики смогут подать на госуслугах. На основании письма проведут проверку. Методом онлайн отныне можно купить и льготный ЖД-билет, в том числе пригородный. Чтобы подтвердить право на скидку до даты выезда, на вокзал теперь ехать не нужно. Не придется выезжать в другой город и, чтобы переоформить квартиру, добро пожаловать в цифровой нотариат. Его обещают запустить за несколько дней до Нового года. Некоторые позволяют себе говорить о некой цифровой революции, изменениях в деятельности нотариата. Действительно, изменения очень существенные. Некоторые нотариальные действия, которые сейчас традиционно осуществляются через поход в нотариальную контору и личное присутствие заявителя, оно будет осуществляться дистанционно. Речь идет о внесении денег на депозит суда, но и в том числе о совершении заключения определенных сделок, которые подразумевают участие нотариусов в разных регионах. В перечень возможных процедур войдут также передача электронных документов физическим и юридическим лицам, фиксация доказательств для суда и многое другое. Чтобы получить услугу нотариуса дистанционно, нужно будет подать заявление через госуслуги. А Федеральная нотариальная палата передаст этот запрос тому нотариусу, кто уже подключен к новой системе. Гульфия Сафина, Константин Головин, Максим Гусев. События. Криптовалюту могут признать имуществом. Пользоваться безналичным расчетом предпочитают почти половина россиян. А в Самарской области выросла доля белых зарплат. Подробнее об этом расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Правительство России внесло в Госдуму проект поправок в налоговый кодекс, в соответствии с которыми криптовалюта признается имуществом. Если документ будет принят, доходы от операции с цифровой валютой будут облагаться НДФЛ – налогом на прибыль или доходы физических лиц. В то же время операции с криптовалютой не будут признаваться объектом обложения НДС – налогом на добавленную стоимость. Декларировать нужно будет операции с цифровыми деньгами на сумму более 600 тысяч рублей в год. За несвоевременные отчеты предусмотрена ответственность. Почти половина россиян полностью перешла на безналичные расчеты. Об этом сообщили в одном из крупнейших российских банков. По данным аналитиков, растет доля тех, кто пользуется банковской картой. Но в течение месяца не снимает деньги. Около 39% россиян решили отказаться от использования наличных денег вовсе. Это на 5% пунктов выше, чем до пандемии. При этом 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары. А 64 миллиона клиентов пользуются мобильным приложением. В Самарской области выросла доля белых зарплат. Служба исследований сайта для поиска работы провела опрос среди сотрудников региона и выяснила, как они получают заработную плату официально или нет. Оказалось, 77% жителей, работающих по найму, получают белую заработную плату, то есть полностью официальную. Интересно, что два года назад доля таких респондентов была ниже всего 58%. Серую зарплату, частично официально, а частично нет, получают 14%. Черную, полностью неофициально, в конверте, 7%. Самарская область вошла в топ-5 самых популярных регионов для отдыха в санаториях в Приволжском федеральном округе. Сюда же вошли Башкортостан, Татарстан, Чуваша и Нижегородская область. Рейтинг составил российский портал бронирования на основе популярности и стоимости отдыха в санаториях осенью этого года. Если в оздоровительных учреждениях на юге страны отдохнуть стоило примерно 3,5 тысячи на человека в сутки за проживание, питание и лечение, то в санаториях Приволжского округа около 2,5 тысяч. Дешевле всего отдохнуть в санаториях Центральной России от 2150 рублей в сутки. Официальный курс доллара на 2 декабря 76 рублей и 32 копейки, американская валюта прибавила 12 копеек. Евро 91 рубль и 31 копейка, европейская валюта увеличилась на 11 копеек. Нефть марки Brent на 1 декабря 47 долларов и 60 центов. На этом пока все, оставайтесь с нами и будьте в курсе. Продвинуть дело, которое затянулось, и помочь переквалифицировать его, чтобы добиться справедливости. С такой просьбой к депутату Госдумы Александру Хинштейну на личном приеме обратился Владимир Жердов, брат женщины, которая погибла в страшном ДТП, произошедшем 7 августа этого года на 54-м километре дороги Самара-Большая Черниговка. Вместе с женщиной погиб и ее муж. В машине находились также трое их детей, которые получили травмы разной степени тяжести. Виновник этой аварии, сотрудник отдела ГИБДД Воложского района, сейчас находится под стражей. Уголовное дело расследует Новокуйбышевский отдел Следственного комитета. Владимир Жердов рассказал депутату Госдумы, что виновный по всем признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, но следователи не рассматривают эту версию. К тому же процедуры по медицинскому освидетельствованию были проведены некорректно. Александр Хинштейн пообещал помочь передать дело областным следователям и добиться переквалификации дела. В таком случае максимальный срок наказания может увеличиться с 7 до 15 лет лишения свободы. Они говорят о том, что не было взято ни отборов крови, ни отборов слюны, дали подышать на другой день в трубочку, но этого, конечно же, недостаточно. Я буду настаивать на том, чтобы его истребовали, продолжали следствие уже в аппарате областного управления Следственного комитета и рассматривался вопрос о переквалификации преступления. В Самаре установили новые камеры видеофиксации. Они настроены на контроль за соблюдением скоростного режима. Камеры появились на Гагарина 26 и 56А, на Партизанской по направлению от улицы Лунной к Черновской, на Солнечной 39, на улице Авроры 114А и 195, на Старозагора 31 и на Пензенской 66. Инспекторы ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Правила дорожного движения для самых маленьких. В одном из детских садов Самары сотрудники ГИБДД провели акцию «Юный пешеход». В игровой форме малышам рассказали, что означают сигналы светофора, по каким знаком ориентироваться на улице, для чего носить светоотражающие элементы, которые детям подарили правоохранители. Подробности акции в нашем спецрепортаже. С воспитанниками младшей группы детского сада номер 3 сотрудники ГИБДД провели игру «Юный пешеход». С помощью тематических познавательных игровых эстафет малыши учились применять свои знания в различных дорожных ситуациях, развивать мышление, зрительное внимание и умение ориентироваться на дороге. Обучать детей и напоминать им правила дорожного движения необходимо начинать с раннего возраста. И в детских садах данная работа проводится регулярно. Родители должны показывать собственным примером своим детям о том, что необходимо соблюдать правила дорожного движения по пути в школу, в детский сад. В подвижных тематических играх малыши закрепили не только основы дорожной безопасности, но и смогли развить такие качества, как внимание и ловкость. В рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения мы сегодня провели профилактическое мероприятие в дошкольном учреждении. Как показывает практика, начинать изучение правил дорожного движения нужно именно с этого возраста. И здесь самое главное – показать правильный алгоритм действия ребенку, но пока еще в игровой форме. Поэтому все наше мероприятие сегодня было основано на практике. Начиная от подхода к пешеходному переходу, посмотрели на светофор, посмотрели по сторонам, только после этого уже пошли. И когда ребенок уже начнет самостоятельно передвигаться по улицам, для него это не будет уже таким стрессом, то есть он будет вспоминать то, что изучили мы в детском саду. Сегодня ребята узнали много нового о правилах дорожного движения и пообещали быть примерными участниками дорожного движения и строго соблюдать правила безопасного поведения на дороге. В завершение мероприятия детям раздали яркие памятки для пешеходов, а они пообещали носить подаренные им световозвращающие элементы. Вы одеваете курточку и на курточку прицепляете или браслет, или световозвращающий элемент. Именно вот сюда идет. Потому что водитель увидит вас сбоку. Все, теперь они яркие на дороге, все вас будут видеть. Не забывайте одевать браслет на улицу, когда идете. В этом году по целевому направлению в больнице Пирогова приступили к работе 27 медиков. В каких сферах будут работать молодые специалисты и какие им положены льготы, выяснили наши корреспонденты. Спасать жизни для Юрия Татаринцева – это рабочие будни с недавнего времени. Он трудится врачом-реаниматологом в больнице имени Пирогова. Каждый день оказывает помощь в среднем шести пациентам. В этой же больнице Юрий проходил практику, когда учился в Самарском медицинском университете. Потом устроился по целевому направлению. Олег Вахромов учится на втором курсе ординатуры Самарского медицинского университета, но уже сейчас знает, где будет работать в будущем. В больнице Пирогова он пока проходит практику, но после окончания учебного учреждения будет трудиться здесь анестезиологом-реаниматологом. Для студентов, которые трудоустраиваются по целевой программе, предусмотрены меры поддержки. Например, оплата проезда к месту работы из любых районов Самарской области, компенсация за аренду жилья. В больнице имени Пирогова в этом году по целевому направлению трудоустроили 27 молодых специалистов с высшим медицинским образованием. Я когда сюда шел в ординатуру, у меня был заключен целевой договор с организацией. Я уже заранее знал, что я через два года ординатуры буду работать здесь. То есть это гарантия трудоустройства. Также меры материальной поддержки имеются. То есть тут и стипендия повышенная. Новые специалисты будут работать в сферах анестезиологии, кардиологии, неврологии, рентгенологии, терапии, травматологии, ортопедии, хирургии, реаниматологии. Целевое обучение кадров всегда удобно. Вы общаетесь с ними, вы видите их уровень подготовки, который им дали в институте. Вы видите их целеустремленность, оцениваете их знания и возможности. Привлечение кадров в медучреждения и поддержка развития медицины полностью соответствуют стратегии лидерства региона и национальному проекту здравоохранения, инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Помогают быть сильным и дарят частичку радости. Клоуны-живчики провели в Самарском ресурсном центре поддержки добровольчества мастер-класс по больничной клоунаде. Добровольцев учили создавать игры и работать в команде. Слово мэри Елчан. Эти клоуны меняют больничную атмосферу на волшебную. Благотворительное движение «живчики» существует в Самарской области уже два года. Команда дарит радость тем, кто в ней нуждается больше всего – пациентам больниц региона. В этом году из-за пандемии коронавируса клоуны не смогли попасть в палаты, но все равно нашли способ развеселить жителей. В ресурсном центре поддержки добровольчества организаторы движения провели мастер-класс по больничной клоунаде. Просто нацепить нос и пойти – это не работает. Работает честность, потому что у нас должна быть эмоциональная честность, потому что ребенок он чувствует, когда его обманывают. Виктория Вдовкина только готовится стать клоуном-живчиком. Девушка учится на втором курсе медицинского колледжа. Она не понаслышке знает, насколько не хватает положительных эмоций и ощущения праздника в больнице. Я ходила в цирк, я видела, что клоуны совершают какие-то смешные трюки. В принципе, у меня это вызывает смех. Поэтому я думаю, что это нормально. И для меня они как обычные люди, которые специально выдворяют смешные какие-то ситуации. 5 декабря в России отметят День добровольца. По этому случаю в Самарской области проведут 30 мероприятий, как в онлайн, так и в оффлайн-форматах. Понимание того, что объединившись общими усилиями, помогая друг другу, мы сможем как-то сплоченнее и справимся со всеми бедами и ненастями вместе. Волонтерство очень сильно развивается. В рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования участников будут знакомить с деятельностью организаций, которые оказывают реальную помощь нуждающимся. Комплекс мероприятий ориентирован на развитие экологического, медицинского и социального направления добровольчества. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Тяжело в учении и легко в бою. Под таким девизом в Красноглинском районе Самары собрались воспитанники военно-патриотических клубов губернии. Здесь провели учебно-тренировочные сборы, которые поддержал фонд президентских грантов. В них приняли участие юно-армейцы, учреждения молодежной политики и некоммерческие организации Самарской области. С будущими защитниками России встретилась Ольга Павлова. Это только на первый взгляд патроны, которыми стреляют ребята, кажутся боевыми. Сцены военных действий воссозданы при помощи лазерного оборудования. Для фиксации выстрелов на игроков надевают жилеты и повязки со специальными сенсорными датчиками поражения. По ним фиксируется информация о так называемых убитых и раненых и передается в центр сбора. Финальный аккорд игры – захват территории противника. Это не соревновательные этапы, просто ради себя играем. Но просто ты знаешь, что если тебя попадут так же, типа ты так же умрешь, что и в реальной жизни, только тут другое оборудование. В принципе, есть сложности, но сложности есть для того, чтобы их преодолевать. В армии, чтобы легче было. Это же будущие защитники нашей Родины, мужчины будущие. И это те парни и девочки, которые, скорее всего, свяжут свою жизнь с защитой Родины. И поэтому они этим интересуются, и им очень это все интересно. Чтобы в армии было легче, эти ребята с раннего детства занимаются в патриотических клубах области. Изучают тактическую, струевую подготовку, навыки рукопашного боя и даже кикбоксинг. В этот раз воспитанники военно-патриотических клубов губернии собрались на учебно-тренировочных сборах, которые поддержал фонд президентских грантов. В поселок Прибрежный прибыли школьники и студенты от 14 до 20 лет. Всего 120 будущих защитников России. Вскоре они смогут представить свои команды на уровне страны. Чтобы выходить на большие соревнования, нужно сначала на практике научиться и сборке-разборке автомата, и вязание узлов террористической подготовки, и знать также террористические навыки различные. Повышать свои военно-технические навыки курсанты из Самарской области будут в течение трех дней. Сбору провели с учетом нынешней педобстановки и требований регионального Роспотребнадзора. Участников обеспечили средствами индивидуальной защиты, раздельным проживанием в столовой. Ребята питаются в две смены. Ольга Павлова, Григорий Блешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин